Дмитрий Горчев. Жизнь без Карла. Губы его всегда сухие. Внутри его шерша во рта медленно шевелится наждачный язык, стирая в пыль последние черные зубы. Глаза его покрыты мутной пленкой, как у птицы. Уши шелестят на ветру, как осенние листья. Пересохшие сухожилия с трудом соединяют его деревянные кости и иногда рвутся. По глубоким трещинам на его ладонях можно было бы предсказывать землетрясение и наводнение, гибель цивилизации и приход саранчи. Но трещины эти занесены сухим песком, и их никто не читает. В нем не осталось ни капли влаги. Даже в сушеной вобле есть вода, но в нем ее нет совсем. Он мог бы летать, но его унесет ветром в незнакомые и ненужные места, и поэтому он не летает и ходит, крепко цепляясь руками за кусты. В воде он не тонет, но и не плавает, он просто лежит на ее поверхности. Он мог бы жить в космосе без всяких приспособлений. Он ходил бы по Луне, и ему там было бы даже лучше, потому что там нет ветра, который мог бы его унести. Но никто не пускает его в космос, потому что он там никому не нужен. Он часто пьет. Влага всасывается в него, как живительный порошок Урфина Джуса, и исчезает с легким дымком. Он мог бы выпить море, но ему жалко тех жителей, что живут по его берегам, хотя он и не помнит, как они, эти жители, выглядят, и зачем им это море нужно. Да и сами жители этого не знают. Его не существует. Он не записан ни в каких книгах учета и регистрации, его не замечает милиция, спешащие куда-то люди проходят сквозь него, и потом отряхивают с себя пыль, удивляясь, где это они так испачкались. Если бы он захотел купить что-нибудь в магазине, ему бы ничего не продали, даже если бы он дал им деньги. Поэтому он ничего не покупает, и деньги ему не нужны. Он даже и не помнит уже, как они выглядят, эти деньги. Но он зачем-то есть. Он медленно-медленно переставляет безжизненные свои ноги и идет куда-то. Все время идет. Падает. Долго лежит неподвижно. Иногда много дней. Потом снова между его веками появляются трещины. Внутри него натягиваются полузгнившие веревочки, и он снова встает и идет. Он не знает, куда он идет, но знает, откуда уходит. Из сухого этого места, где всегда метет песок и пыль. От ненужного этого моря, в котором живут мертвые рыбы. От высохшей травы и черных деревьев. Куда-нибудь туда, где всегда сыро и сумрачно. Где когда-то давно жил Карло. Туда, откуда он когда-то вышел. И куда он обязан однажды вернуться и снова стать тем, кем он всегда был. Деревянным поленом. Последняя песня Буратино. Они нарисовали мне рот и хотят, чтобы я говорил. Надели мне голову и хотят, чтобы я ею думал. Просверлили глаза и хотят, чтобы я ими видел. Привинтили мне нос и хотят, чтобы я этим нюхал. Они натянули на меня новую кожу, чтобы мне было жарко и страшно. Но когда откроется рот, я скажу им одно только слово. Только одно. Да пошли вы все на... Читатель нынче совсем оху... Лезут все прямо из кожи вон, чтобы ему угодить. Сюжетец? Вот вам, такой лихой сюжетец, что можно читать с любого места. Да хоть бы и задом наперед. Про священным себя желаете почувствовать? Приобщенным к тончайшим тайным бытия и мановениям небесного эфира? Так вот вам. Про философский камень и про тайную мудрость. Да так ловко составлено, что по прочтении вы сможете непринужденно посещать горние выси и чувствовать себя в австральных мирах ничуть не более стесненным, нежели у себя в сортире. Желаете чего-то особенного? Так вот вам. И про говнецос. Но тонко и со вкусом. Так что безопасно читать хоть за обедом. Вы главное купите. Если бы ученые изобрели такую книжку, которая бы во время чтения щекотала читателю гениталий, то книжка эта пользовалась бы среди читающей публики огромным успехом. Конечно же, главным виновником такого несчастного положения является никто иной, как подлец-издатель, коего ничего ровно не волнует, кроме немедленных барышей. Он и отца родного готов продать, завернув для лучшего вида в суперобложку, если посулят ему зато лишний грош. Но и ты, читатель, хорош тоже, оглушенный криками книгопродавцев, совсем позабыл ты, что не та есть сладостная мечта, которая, задрав юбку, предлагает себя, едва отворивши двери твоего жилища. А совсем-совсем иная. Сладостная мечта требует любви и терпения и непременно-непременно вложения души твоей. А, впрочем, если жалко, то и не влагай. Душа потомится, перебродит и станет еще лучше. Да что там говорить? Возьми любой самый пустяковый предмет, да хоть ложку алюминиевую, и нацарапай на ней что хочешь, хоть имя свое, хоть слово хуй, и забрось ее далеко-далеко в море, или что там у тебя под боком. Обещаю тебе, что когда через 10 лет ты обнаружишь эту ложку в немыслимом каком-нибудь месте, в ящике, например, кухонного стола женщины, которую ты видишь утром первый раз в жизни, ты будешь потрясен до самой крайней степени, и ложка эта, быть может, станет для тебя более удивительна, чем все сокровища египетского зала в Эрмитаже. Что, читатель, неужели не веришь, что так бывает? Если ты не дурак, то и сам знаешь, что не бывает только того, чего не бывает, а бывает все. Впрочем, извини, автор, похоже, и действительно впал в чрезмерное понебратство, и так и последние читатели разбегутся. И равнодушный издатель пролистает эту рукопись. Что за хуй изволили написать? Вовсе не того ожидали мы от вас, любезный автор. И что на это возразишь? Ничего, ровным счетом ничего. Гол автор и беззащитен пред миром этим, сытым и присыщенным, несет доверчиво ему свои камушки, стекляшки и перышки. Может, нужны кому? Они нужны? Ну так и что ж, разве перестанут они от этого быть? И уж ежели все прах, то чем, ответьте, один прах, хуже другого. Да ничем. Но, впрочем, довольно уже вступлений. За сим и с Богом. В середине июля 2000 года, незадолго до отправления Брестского поезда, на платформу Витебского вокзала выбежал человек, ничем не примечательной наружности. Впрочем, точнее было бы выразиться, ничем не примечательной петербуржской наружности. Ибо в других городах такая наружность, скорее, слишком примечательна. С клочковатой бородой, выросшей на лице, как придется, по всей видимости, от нерасположенности ее обладателя к ежедневному бритью. В покосившихся очках. Владелец, видимо, частенько на них садился или же наступал, сослепу, поутру. В неопределенного цвета джинсовых штанах, давно нуждающихся в замене или хотя бы уж в стирке. Впрочем, довольно. Лиц такого рода можно встретить в Петербурге на каждом шагу, порой в самой дешевой рюмочной, в которой наливают водку в пластиковый стакан, по 10 рублей за 50 грамм, в фонарных банях, ныне, увы, при странных обстоятельствах сгоревших, где брали 30 рублей за вход. А то вдруг и в таком заведении, где одна только кружка пива стоит, может быть, столько же, сколько составляет весь месячный бюджет такого сорта господина. В этих заведениях такие характеры никогда не заказывают себе еды, сказавшись только что отужинавшими или же извинившись больным желудком, что, однако же, не мешает им тут же изрядно нагрузиться пивом или другими напитками за чужой счет. Возраст их, как правило, трудно определим. Что-то между далеко за 30 или слегка за 40. Цвет лица их нецветущий, но и нечрезмерно болезненный, часто свидетельствует о пристрастии к горячительным напиткам, не переходящим, впрочем, определенных границ. Служат они в большинстве своем в должностях, не требующих постоянного присутствия на месте. Они часто даже вовсе почти не появляются на службе, предпочитая общаться с начальством через посредство удаленных сетей. В каковых сетях их обычно найти весьма затруднительно, ибо переносные их телефоны всегда отключены за неуплату, а компьютерные сообщения вечно пожираются смертельными вирусами. Впрочем, в дни выдачи жалования такие сотрудники становятся вдруг слишком доступны для общения и порой появляются на службе раньше даже самых прилежных работников, где бесцельно бродят по кабинетам, терпеливо дожидаясь появления главного бухгалтера. Получившись, наконец, жалование, они моментально вспоминают о неотложнейших делах, и уже через пять минут их можно видеть с банкой пива «Балтика» или «Невская». Пиво Степан Разин употребляется в Петербурге чаще лицами более пролетарского сословия, задумчиво стоящими на мосту через Неву и созерцающими летящие на воздушных крыльях в Петергоф прогулочные суда или же баржи, перевозящие воду из Ладожского озера в Финский залив. Либо же их можно встретить в упомянутой уже рюмочной или в чебуречной, которая не сменила неказистый свой интерьер и неприветливый персонал еще со времен развитого социализма. А то и просто бессмысленно сидящими на скамейке все с той же открытой банкой пива. Порой же они и вовсе нигде не служат. И чем добывают себе хлеб насущный? Бог весть. В петербургском пейзаже они составляют такую же обязательную черту, как глухие дворы-колодцы, исписанные стены или спящий возле метро бомж. Взгляд местного жителя скользнет равнодушно по такому персонажу, чтобы устремиться к чему-то более интересному. Непомерно обнаженной по случаю теплой погоды девушки или же мужчине, идущему по петроградской стороне в клетчатой юбке. Трансвестит или шотландец. И даже милиция, которая, казалось бы, должна замечать все, что происходит на белом свете, совершенно их не видит, подобно тому, как лягушка не может увидеть неподвижные предметы. Хотя для справедливости нужно заметить, что если даже и такой неприметный гражданин напьется чрезмерно пьяным, то милиция немедленно, со всем служебным рвением, вычленит его из проходящего народа, дабы очистить его карманы от излишних денег и переносного телефона, и преподать ему таким образом самый наглядный урок о пользе умеренности и пагубности неумеренного пьянства. И вот именно такого рода персонаж появился, как мы уже говорили, на платформе Витебского вокзала. Обливаясь потом, он почти что бежал с изрядно тяжелым рюкзаком, хотя до отхода поезда оставалось еще добрые 10 минут. Всем известно, это малоприятная суетливость, которая порой охватывает перед отъездом даже самого хладнокровного человека. А как если пробки? А вдруг на мое место продали два билета? Так случается очень редко, но проводникам выгодно для своих целей поддерживать в пассажирах заблуждение, что это происходит очень часто. И место займут. Причем займут. Неинтеллигентные люди, а неприятные, пьяные гопники. Или же такая железная старуха, перед которой бессилен не только проводник, но, может быть, даже целый батальон самого элитнейшего спецназа. Да мало ли что. Утверждают, что жизненный опыт будто бы делает человека мудрее. Чепуха. Жизненный наш опыт есть не что иное, как опыт отрицательный. Человек, хоть раз наблюдавший красные фонари на последнем вагоне уходящего навсегда поезда, а наш герой наблюдал их не один и даже не два раза, становится при всяком отъезде нестерпимо суетлив и глуп. Он роняет вещи, путается в платформах, он ничего не понимает и легко может закричать или даже ударить человека, мешающего его продвижению к вожделенному вагону. Всякий раз он клянется себе, что в следующий-то раз непременно выйдет за два часа, приедет на вокзал за час и будет там спокойно выпивать пиво, поедать блины с селедкой или заниматься другим столь же приятным времяпрепровождением. Но всякий раз что-то ему мешает, и он с удивительной точностью прибывает к поезду ровно за десять минут до его отправления. Но порой даже и в славящемся своей пунктуальностью метро может случиться затор. Усталый вечерний пассажир свалился на рельсы или другая какая причина. И вот они снова, красные огни. А потому необходимо как можно скорее взгромоздить свою поклажу, наличенную свою полку, и только тогда уже важно выйти на перрон, дабы с приветливой улыбкой проститься с провожающими, буди таковые есть. Или же просто постоять с банкой пива или фляжкой самого скверного коньяка, снисходительно поглядывая на пробегающих туда и сюда еще не устроенных пассажиров. Ну вот, в конце концов, персонаж все же благополучно проник в вагон, с облегчением сбросил на боковую полку рюкзак и оказался мной. Я ехал жить в деревню. Дорога в деревню. Железная дорога. Для того, чтобы полагать себе хоть немного путешественникам, нужно любить дорогу. То есть не считать ее досадной помехой на пути к ожидающему в конце ее счастью, но помнить всегда, что именно дорога и есть самая главная часть любого путешествия. Простите уж за такую синтенцию. Сборы в последний момент, и непременно в тысячный уже раз забудешь взять с собой что-то очень важное, о чем горько потом пожалеешь в пути. Пустяк какой-нибудь. Ножик или, может быть, соль в спичечном коробке. Посидеть на дорожку. Ну, с Богом. Прибежать, как всегда, к самому уже отправлению. Рыться по карманам в поисках билета, паспорта, сигарет, зажигалки. Очень важно почему-то успеть. Обязательно успеть покурить еще на перроне. Попрощаться торопливо. Ну, пока. Пока. Пиши там. Конечно, конечно. И вот уже тронулся поезд. Медленно, словно и сам не уверен. А надо ли? А че я там забыл? Но уже бесповоротно.